Здарова, пожилые токсики! Слава Наркорейху! Сегодня у нас сага, такая маленькая сага про утечку памяти, если по-простому, и мыльные текстуры. Я долго с этим боролся, конечно, некому было мне подсказать в то время, я начал работать с движком с 2017, тогда не было еще никакой информации, это сейчас есть информация. Но не суть, я думаю, пользователи слабых видеокарт сталкивались с этой проблемой на играх в движке Unreal Engine 4. У 4-го Unreal сейчас очень плохая репутация. Репутация в том, что у пользователей зачастую 2 гигабайта видеопамяти, 4 гигабайта, кто-то выезжает на поездки с ноутбуком посидеть. И вот они именно на 4-ом Unreal сталкиваются с такой проблемой, что у них происходит утечка. Они ставят, даже если на высокие настройки текстуры, у них все равно все мыльное и шакальное. Я пошерстил, конечно, свои прошлые игры, допустим, Владик. Пользователь написал Unreal 4 на Ultra, и все равно у него, видите, все размыто. Я не хочу обсуждать этот проект, понятно, что он, ну, так себе, да, и плюс там еще плохая оптимизация. Вот, все размыто. Также вот, смотрю, у какого-то пользователя тоже все размыто, все отвратительно. Даже если, возможно, он выставил все на высоких. Хрен его знает. Также вот, все размыто, да. Вот, тут вообще все зашакалено. Ультра печально все прям. Хотя тут даже у него видно, включены динамические тени. Значит, у него комп-то, не сказать бы, что, наверное, слабый, но спеки я не знаю. Вот, да. Вот также из-за этой утечки начинается всякая шакальная такая хрень. Я помню еще такой баг. Я на свой ноутбук тоже скидывал, и тоже текстуры шакались, короче. Ландшафт начинал там как-то съезжать, и такая вот хрень происходила, да. Вот тоже все размылено, вот это четко, потому что тут мип-текстур, мип-лодов нету. Но это не суть. И вот я скидывал. У меня, понятно, в то время у меня уже было 1080 Ti, и у меня не было никаких утечек. Я вообще не понимал, из-за чего это, почему это. Ну, для меня тогда это была картинка просто вау, типа, нифига я крутой, я, блядь, топовый разраб. Но не суть. Вот у меня все нормально. Я даже специально скрины там скидывал, говорил, ребята, у меня нормально все. И я не понимал, в чем проблема. И была первая проблема. В движке в четвертом андриле изначально стоит ограничение на тысяча мегабайт. Ну, сколько, получается, на текстуры выделяется там тысяча мегабайт пула. Ну, грубо говоря, да, тысяча. И, например, когда если пул превышал, например, 1300, да, то движок автоматически пытался это как-то компенсировать. Не знаю, как-то, может быть, оптимизировать. И начинал, видите, просто убивать и шакалить текстуры. И плюс текстур стриминг там вылазил. Я такой думаю, ага, с этим я разобрался быстро. Сейчас я вам покажу. Ну, окей, вот тестовая сцена. Я сейчас запустил, ничего особо не трогал. Вот у меня для пула выделено 2 гигабайта. Изначально был 1 гиг. Если, конечно, будет сцена большая, конечно, наполненная. И если у вас там видеокарта там... Ну, если вот этот пул будет превышен, то будет все шакально. Например, вот 512 я выберу. Видите, уже ограничение стоит на... Вот текстура сжалась, например, да? Ну, тут еще пока почетче. Сейчас я пойду, забью пул. У меня сейчас вертикальная секторизация не включена. И все, разрыв в картинке есть. Сейчас. Ну, ладно, окей, пока все размоется. Давайте поставлю 128 мегабайт. Все, вот уже видим все печально. Текстуры ушатанные. И, то есть, конечно, была бы сцена поболее. Тут нечему занимать. Ну, и вот обратите внимание, как рука уже... То есть, размылась рука, кожа ущербная. Рукав размылся, потому что не хватает вот этих вот пулов ему на видеокарте. Ставим 1 гиг. Раз, все, ему хватает, все, он не захлебывается, да? Ну, мне-то похеру, я могу поставить и 8 гигов там, и мне вообще без разницы. Ну, если там видеокарта, например, слабая, лучше ограничить пул, окей. И так вот я вот думал, что я, типа, избавился от размытия. Да, размытия не было. Но есть еще одна, другая утечка памяти. Это еще не все. Пул поднимать, это только начало. Есть еще другие. Я, кстати, подписал тут, типа, что за что отвечает. И красным, если там, например, красным, то это, типа, много жрет данная настройка. Типа, типа, средний, средний так жрет, motion blur, например. Тоже он так поджирает. Типа, текстуру resolution, сглаживание, динамические эти. Вы, например, спросите, вот зачем-то, типа, вот это, типа, заморачиваешься, там, что-то с этими настройками, кому они нахер нужны. Есть же пресеты, типа, типа, вот сейчас сидишь перед крестьянами, там, беззубыми, оправдываешься. Они все равно ни хера не покупают, у них нет денег, типа, они пиратят. Ну, знаете, я знаю, что есть и люди со слабыми ПК, которые нормально покупают, поддерживают авторов. А есть с мощным ПК за 200 тысяч, которые просто пиратят, да. Так что мне... Да даже тот, кто спиратил, он потом, если у него будет все хорошо идти, он там посоветует своему другу. И тот, может, друг купит. А если будет все хреново идти, все лагать, и пират не посоветует, то это, видите, минус продвижения. То есть, все будет понятно для дебилов. Например, вообще, для чего все эти настройки нужны, чтобы гибко настраивать? Например, вот эффекты. Изначально в движке эффекты там был запихан, что-то я не помню, reflection там был запихан, и потом качество всяких взрывов там, ну, вы поняли, партиклей. И я думаю, ну вот нахрена, например, если мне не нужны там суперкрутые какие-то там взрывы, там что-то это, ну, мне, например, нужно отражение. Либо наоборот, мне отражения сильно не нужны, там типа они поджирают, но я зато оставлю себе хорошие взрывы партикли, да. Зачем ограничивать, типа, пользователя? Пускай сам решает. Либо динамические тени. В динамических тенях в Unreal изначально там Volumetric Fog был тоже забит. И типа, когда ты меняешь динамические тени, Volumetric Fog тоже начинает включаться, выключаться, там, менять свое качество. Зачем это? Почему, например, я хочу себе четкие тени, хорошие, но снизить Volumetric Fog, либо выключить его вообще. То есть, да, и странно это все. И вот пришлось, конечно, все это колупать, все это высвобождать. ССАО тоже, блядь, много жрет, оказывается, на ноутбуке. И то есть его тоже надо, тоже пришлось выводить, да. Это на самом деле все это неплохо. Если вы не хотите в этом разбираться, используйте пресеты. Ну, я вообще не об этом сейчас. Я просто вам показал, что типа, все, уже я все хорошо подписал, и затупов не будет в этом плане. То есть, даже тут виньетка, там, короче, вы поняли, ладно. Окей, на моей машине 100% хрен я, когда забью GPU в этой игре. Но сейчас я вам покажу, как все выглядит на ноутбуке. И с чем я в ноутбуке там столкнулся. Так, кстати, вот ноутбук. Помните, я записывал видео, как я на ноутбуке тестил, и я жаловался на троттлинги, на скачки FPS, то, что все дергалось. Короче, я это пофиксил. Надо было просто выключить турбо-буст. И теперь процессор не херачит, там, на под 3 ГГц, а он сейчас ограничен на 1,6. И сейчас у меня никаких троттлингов нет. Сейчас запускаю Brutal, и сейчас я вам скажу, покажу... Ой, блин, смотри, вот включил FPS-монитор, блин, забыл про него. Короче, по поводу FPS-монитора, он на ноутбуке у меня почему-то тоже сжирает производительность, и с ним есть какие-то там всякие артефакты, но не суть. Ладно, вот мы видим, например, четкую картинку. Видим, как GPU на 90% там работает, да? Сцену я специально не запекал, чтобы были тут динамические тени, всякая фигня. Давайте посмотрим, смотрите. Так, GPU у нас на 90%. Блин, где фокус? Текстура, резолюшн, все ультра, я ставлю, да? Низонтропная фильтрация, нормально, все. Выделил я 2 гигабайта для этой видеокарты, потому что это MX-250. И, так, включаю лимит, который по дефолту включен в движке. Так, все. Все окей, да? И, например, я вот поднимаю динамические тени, да? До средних. Видите, начинаются уже какие-то хрень. Давайте динамические тени вообще на высокие, да? Обратите внимание, что уже кофта начинает. Смотрите, я снижаю настройки. Динамические тени выключаю. Четкость текстур начинает... Ну, опять, становится четкой. Поднимаю, например, до высоких. Все, видите, шакалится. Это жесть. Хотя у меня текстуры стоят на высоких. Стриминг-пул. 2 гига выделено, да? И все нормально, блин. Почему это? Из-за чего это? Короче, есть такая тема. Когда ГПУ примерно начинает долбиться в сотку, примерно в 95% в сотку, то движок начинает как-то это компенсировать и сбрасывать, получается, текстуру ушакалить. Чтобы... Как сказать? Чтобы видеокарта, может, не захлебывалась, да? И я добавил вот такую у нас... Такую хрень, чтобы выключать вот эту хрень, которую... Чтобы когда ГПУ в сотку долбится, вот это все выключать. Вот все объяснил там, типа... Вот там будет пользователям понятно. Вот я выключаю, типа, все, чтобы нормально все было. High. Carry. Раз, все, текстуры вернулись в нормальное, четкое свое состояние. ГПУ видим долбится в сотку, но один хрен... Сколько там? 45 фпс. Ну, тут динамические тени, конечно, плохо вывозит. Плюс тут у меня еще там много чего-то включено. И, то есть, вот все теперь четко. Все нормально. Так же работает пул. Вот, например, 128 гигабайт выделю. Все, сошакалилось. 2 гигабайта для этих видео выделю. Сейчас через время стало все четко прогрузилось. Так, ну, давайте я динамические тени. Как-то боюсь, что сгорит там, блин. Ну вот, то есть, сотку долбится 60 фпс. И, то есть, и движок пытался все это пофиксить, чтобы ГПУ не долбился в сотку. Как это можно было решить? Банально можно было... Банально, либо пользователю снижать фпс... ой... Настройки. И у меня во Владике, там, и в Alaco Story у меня не было ограничения по фпс. То есть, например, даже... Вот у тебя игра херачит там по 200 фпс, но ГПУ сотка. То он все равно начинает шакалить. Хотя даже если у тебя все на ультрах 200 фпс, но если ГПУ сотка, то начинается шакаление. Шакальная хрень. И по поводу вот этой штуки. Ну, вы скажете, ну, по дефолту тут ее выключи. Типа, вот я опять сейчас включаю. Ограничение вот это вот. Видите, сразу проценты... Ой, проценты, видите, падают. Нечаянно выключил. Смотрите. То, кто... Тогда начинают шакалиться текстуры. Выключаю. Текстуры нормализовались, но теперь ГПУ сотка. И так, давайте вернемся к этому. Когда выключаешь что-то ограничение, на слабых компьютерах, там, например, там, не знаю, 2 гига, 1 гигабайт, там, типа, мне писали чилики с 512 мегабайтами видеопамяти. И, то есть, из-за того, что видеокарта захлебывается, из-за этого могут быть вылеты. И вот из-за этого по дефолту в движке она включена. Чтобы, типа, видеокарта не захлебывалась и не было вылетов. И, то есть, и вот это вот, как можно было до этого догадаться? И зачем? Почему именно текстуры вот так вот шакалятся? Я не понимаю. И почему еще вылеты? Я тоже не понимаю. Да, с текстур стримингом я решил проблему. Но вот когда ГПУ долбится в сотку, и вот это было по дефолту включено, типа, ограничивать ГПУ память. И зачем это было сделано? В принципе, я понимаю, чтобы, типа, меньше там вылетов, может, как-то было, может, еще что-то как-то, но я не знаю. Если у вас вот такая вот, начинается такой затупа, захлеб, либо ограничиваете FPS, чтобы он там долбился не в 200 FPS, там, и ГПУ в 100%, ограничите FPS, там, 120, там, либо 60, там, на слабых компьютерах, либо попробуйте потом его тогда выключать. Но я не даю гарантии, что у вас игра не будет, там, вылетать в каких-то сценах. Может, она вообще не будет вылетать, но в рандомных есть случаях она может вылететь, если... Либо снизить настройки, то есть. И вот с этим движком, это капец, я намучился, блин. Сейчас-то уже более-менее понятно, но вот это вот меня очень долго мучило, я не мог не найти никакого ответа. Единственный ответ был про пол. Про пол-то это все понятно, но почему-то про вот эту вот настройку никто не говорит. И то есть... И я не хочу, чтобы потом на меня там как-то быковали, что я там что-то... Это не я, это движок почему-то так. Я сам этого не знал. Я вот буквально недавно узнал. Про пол-то я давно знал. Я его еще, когда начал brutal делать, это я все сделал. Но про это я вот недавно только узнал. И вот то, что вот в Borderlands 3 была такая проблема. Вообще, захлебываю вот эти видеокарты. не понимаю, зачем, почему. Я думаю, я объяснил, почему, да как это происходит. То есть, когда во времена Владика, там, плохих игр, там, я не смог, не мог бы объяснить, почему так происходит. Я просто сказал бы, ну, купи себе нормальный комп. У меня все нормально, иди нахер. То есть, проблема намного глубже, то есть, и сложнее. Ну, не знаю, зачем я записал этот видос, чтобы объяснить, вдруг кто-нибудь столкнется на движке Unreal Engine 4 с такой проблемой. Я, я надеюсь, чтобы вы понимали, почему это происходит, зачем это происходит. И иногда, да, вот это вот, то, что разработчик, например, не выставил, там, FPS, там, 35, ой, 30 FPS, там, 60 FPS, 120 FPS, чтобы пользователь мог выбирать. По дефолту в Unreal FPS неограничено. Хоть у тебя будет, там, 300 FPS, но GPU будет долбиться в сотку, текстура у тебя зашакалится. Это очень плохо, ребят, поэтому, и очень все печально. Гибкие настройки, я горд, что я дошел до этого, и что, блин, я начал это делать, и мне пофигу, кто что говорит, гибкие настройки, это топ. Кому что не нравится, пользуйтесь пресетами, либо там, на самом деле, ничего так сложного, при этом я сделал объяснение, и плюс картинки, объясняющие, что да как. Так, ребят, спасибо за понимание, я думаю, может быть, кому-то даже помог, не знаю, почему в четвертом андреле именно все так работает, может быть, то, что они с отложенным рендерингом работают, начали работать, первый там, или не первый, хрен, ну, вообще, движку с 2014, ладно, короче, ладно, ребят, спасибо, если что, пользуйтесь таким советом, а кому, кто-то, может, что-то понял, давайте. Давайте.